Друзья, мир всем! Сегодня мы поговорим о моей статье, которую я написал на второй год жизни в деревне. Она называется «Сколько я, крестьянин, зарабатываю на второй год жизни в деревне?». Поговорим о ней, о цифрах. Я расскажу, сколько я зарабатываю сейчас. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте этому видео «Нравится», нажимайте колокольчик и мы начинаем. Итак, это рубрика «Вы об этом спрашивали». Значит, какое-то время назад мы стали развивать канал на Яндекс.Дзене и мы там разместили вот эту статью, о которой я уже говорил. «Сколько я, крестьянин, зарабатываю на второй год жизни в деревне?». Эта статья была написана мною на второй год жизни в деревне и она была размещена в группе ВКонтакте. В свое время она тоже собрала там какое-то количество лайков, комментариев. Но, когда я разместил ее в Дзене, через некоторое время эта статья начала очень сильно набирать дочитывания. Посыпались множество комментариев, там где-то около 100 штук, наверное, сейчас. Комментарии разные, как гневные, так и похвальные. Меня обвинили, что я лгун, что я там, не знаю, какой-то диванный эксперт с города. Вот сегодня я хочу вот это все разобрать, потому что я смотрю, что эта тема интересная. Интересная именно, сколько я зарабатываю в деревне. Это интересная тема как для людей, которые хотят переехать в деревню. То есть, ну, там, молодежь, не молодежь, может пожилые, там, среднего возраста. Ну и, наверное, это интересно скептикам городским. А может быть, это интересно даже и тем, кто живет в деревне, но у них как-то по-другому. В общем, давайте, все по порядку. Итак, начнем сначала, что, во-первых, эта статья была написана именно о том, что когда я жил в городе, у меня были определенный вид расходов. Ну, который, наверное, у каждого среднестатистического горожанина существует. Но когда я переехал в деревню, это стали автоматически моими доходами. Ну, как бы в денежном выражении, то есть, кучка денег у меня живьем не появилась, но эти расходы перешли в колонку доходов. Значит, что касается меня, то есть, я как бы параллельно отвечаю на те комментарии, которые там были. Вот кто-то говорил, да, ты там где-то работаешь дополнительно, там, на вахту ездишь, или там тебе 100 тысяч капает, там, каких-то инвестиций. Нет, этого нету. Значит, хозяйство у меня сейчас, это единственный мой доход до сих пор. Вот, и, соответственно, целый день у меня как бы занятый. Вот, хотя, при всем при этом у меня не мега хозяйство. Вот, то есть, ни огромное, ни 100 голов. Ну, у меня немножко другой подход. Вот, поэтому, в принципе, тут каждый к этому делу подходит, ну, своеобразно, согласно умения, что ли, каких-то навыков жизненных и так далее. При всем при этом ведение хозяйства, то есть, у меня до сих пор не прекращается стройка. Вот, в этой статье я не учитывал, не писал расходы. То есть, это была специальная именно статья о моих доходах. То есть, даже не о прибыли, а о доходах именно. Вот, поэтому я там не учитывал какие-то расходы. Сейчас мы об этом поговорим немножечко. Вот, до сих пор у меня стройка продолжается. В дом мы заехали, но остались долги, там, за строительство дома и так далее. То есть, нужно строить баню, там, и еще что-то. Поэтому все это продолжается. То есть, жизнь идет вперед. Дальше в статье я пишу, что мы прожили полтора года. Я говорю, но даже я, когда читаю ее, а мы прожили уже 6,5 лет, я чувствую такой некий определенный эйфоризм. Ну, он такой здоровый, хороший эйфоризм. То есть, не совсем прям розовый какой-то, да? То есть, это человек, который вот только что приехал, еще полон сил, энергии, там, вперед, все такое. Потому что вот тут, например, следующий пункт – питание. Пишу, наша семья из 4-х человек, но сейчас у нас уже 6 человек. Вот, значит, я пишу воду колодезную, да. То есть, в городе там покупают эту чистую воду, да, у нас тут вода с колодца. Вот, то есть, тут какой расход? Соответственно, ну, там был расход, здесь, получается, я эту воду бесплатную пью, то есть, это доход. Вот, все понятно. Значит, тут мясо сравниваю. В городе там привожу какие-то цифры, значит, сейчас уже мясо уже дороже, тут баранину привожу. Но сейчас у нас козлятина, вот, и в принципе, в принципе, вот сейчас уже 6,5 лет мы прожили, и мы уже в какой-то мере больше, чем тогда, уже оставляем себе мясо. Вот, оставляем кур бройлеров. Ну, как обычно, сначала все, ну, практически все уходило на фронт, так скажем, все для победы. Вот, сейчас уже мы можем себе что-то оставлять уже больше, уже вот козлятина у нас есть и так далее. Бройлеры, куры там, вот. Значит, пишу молочка, вот, молочка, то есть, естественно, значит, я продаю только излишки, вот, у меня нет никакой мега фермы, там, вот, есть сколько-то коз, там, ну, постоянно количество меняется, там, 5-8 дойных коз. Вот, соответственно, молочка, которую, а мы постоянно ее едим, вот, ну, не в пост, если не брать посты, вот, соответственно, все, что лишнее получается, а лишнего тоже много получается, там. Вот, творог, творог, молоко, еще супруга сыр делает, брынзу, вот, все это, значит, мы продаем. Ну, и тут по мелочи, тут что я взял, тут зелень с огорода, ну, тут накинул, там, 3 тысячи, можно, ну, я не знаю, сколько она, но все равно зелень, если вот просто покупать в городе постоянно, то есть, если у тебя не дачи, ничего нету, все равно это уходит, сколько-то денег. Там, помидоры те же, вот, чаи тоже у нас свои, там, чаи пьем, там, какие-то листочки заварим, вот, все это есть, вот, значит, ну, что дальше? В общем, дальше я привожу пункт проживания, ну, и так понятно, да, если жить в городе, точнее, мы жили в городе, там, у нас ничего своего не было, то есть, ты платишь там за аренду, вот, здесь я живу в своем доме, тоже это экономия. Вот, соответственно, привожу потом отдых, отдых, как бы, не знаю, как его посчитать, я тут привожу контактный зоопарк, я помню, в городе было такое, когда дети, значит, там, со зверушками, вот, я тоже привожу ценные, как бы, здесь у меня контактный зоопарк, круглые сутки, дети там, все, детям весело, они с животными, как бы, ну, играют, общаются, вот, все это нормально, вот, ну, и что еще? Значит, я посчитал, что примерно 30 тысяч у меня получилось денег, как бы, как бы в денежном выражении, на 30 тысяч я, как бы, там тратил, а здесь у меня 30 тысяч, это прибылью вышло, вот, ну, и что? А теперь давайте разберем, сколько же все-таки на самом деле, на самом деле у нас есть расходы, почему? Потому что, как бы, такое, в комментариях обвинение вынесли, что, как будто бы, вот, у них нету расходов, а на что вы там заправляете, там, снегоход и так далее, там, вот, сейчас мы об этом по порядку поговорим. Очень интересный вопрос, который людей волнует, а там на фотке был снегоход, вот, так вот, я рассказываю, что снегоход это не роскошь, вот, и снегоход был куплен на три двора, у нас тут, у меня живет тут папа, ну, родители мои, братья, вот, то есть мы купили это втроем, то есть это уже намного легче, это к вопросу о том, что как хорошо, значит, жить вместе, вот, ну, кланами, там, не знаю, семьями, вот, соответственно, это было меньше, это было куплено до еще поднятия доллара, и снегоход это не роскошь, почему? Потому что у нас дорог нету вообще в зимний период, вообще от слова, вот, просто мы это на острове живем, и, соответственно, куда-то выехать, вот, в соседнюю деревню, где, например, стоят наши машины, это единственный транспорт, вот, то есть это, ну, это серьезная такая стратегическая штука, вот, ну, либо доехать до железной дороги, там, 4-5 километров, чтобы сесть на поезд, поезд, слава богу, каждые сутки останавливается, итак, значит, есть статья расходов, то есть я примерно посчитал, вот, считаю, то есть с осени, обычные расходы идут с осени, когда ты закупаешься зерном, сеном, ну, и как бы, как бы вот это закупаешься на весь год, вот, соответственно, вышло в денежном выражении тут 78 тысяч на мое небольшое хозяйство, у меня тут два бычка, значит, свиньи, ну, сейчас я уже новых взял, купил в этом году, у меня там, короче, не покрылись, никто не родил, пришлось купить маленьких новых, вот, куры, козы, козы, там, штук 15, наверное, то есть, ну, всего там, детишки, вот, сейчас уже тоже народились там, вот, 78 тысяч примерно в среднем, ну, и я еще, еще туда добавляю, короче, до сотки, добавляю туда всякие упаковки, которые мы покупаем для продуктов, ну, там, под яички, там, еще какие-то контейнерочки, какие-то комбикорма, может быть, там, вот, на первоначальном этапе, когда для бролеров, там, ну, какой-то стартовый комбикорм, то есть, вот, все-все-все-все, помаленечку, сотка, то есть, ну, это понятно, это не бензин, тут ничего, это чисто вот кормежка животных, значит, расход 100 тысяч, вот, как, из чего складывается статья доходов у нас, вот, я говорю, беру, вот, примерно, там, год, вот, как это все происходит, значит, у меня хозяйство небольшое, например, 10 свиней я держу, пока больше я не держу, 8 из них я продаю, 10 я оставляю на 2, 2 оставляю, значит, как свиноматок, чтобы, ну, там, покрывая их, то есть, они там, потом рождают, вот это при хорошем раскладе, вот, дальше, значит, у нас есть куры, бролеры, мы тоже весной берем бролеров, продаем, потом берем в среднем 50, 50-45, вот так вот, козлята, то есть, это вот я сейчас перечисляю, на чем мы зарабатываем деньги, козлята, козлята тоже очень интересная такая статья, что они вырастают, значит, ну, примерно до 10 килограммов, то есть, с весны, с весны, там, до осени, как бы, даже не до глубокой осени, а, там, примерно, в августе, вот, есть клиенты, вот, то есть, там, берем их и продаем, дальше, там, значит, бывает, когда, вот, поросята от двух свиней рождают, то есть, я себе оставляю одной, опять же, там, штук 10, вот, а остальных я продаю, то есть, вот она еще статья, значит, сок, березовый, кленовый сок я заготавливаю каждую весну, вот, ну, заготавливаю, насколько есть возможность, у меня позволяют, там, морозильные мощности, так скажем, вот, яйца продаем, молочку продаем, вот, и все, пожалуй, это, это самые, такие, ну, крупные, крупные статьи доходов, не считая по мелочи, там, например, что мы, там, чаи, траву собираем, какие-то, там, листочки, грибы, там, сушим, продаем, то есть, ну, это, как бы, мелочевка, я это не считаю. Итак, а теперь поговорим об основной статье, на которой я сразу делал ставку, значит, я этого не знал, но мне подсказали, то есть, мы люди русские, вот, есть какой-то продукт, который, например, ну, определенная национальность кушают, ну, так скажем, круглые сутки, то есть, это свинина, это курятина, вот, куры, бролеры, там, значит, в пример приведу Казахстан, значит, слышал такое, что среднестатистическая казахская семья 80% в Казахстане съедает одного коня за зиму, то есть, вот, у них кони на руле, значит, у нас свинина, там, круглые сутки, значит, она, она идет, вот, соответственно, я делал именно ставку на свинину, мало того, что, когда я сюда приехал до этого, я, соответственно, советовался, ну, тут с братом, там, там, еще люди, вот, потому что мне интересно были модели, которые уже здесь работали, на которых уже зарабатывали деньги, вот, и одна из хороших модель, проверенная, проверенная, то есть, это было, это было, значит, свинина. У нас свинину принимают, ну, там, по 160 рублей, вот, цены, там, ну, прыгают они, ну, примерно по 160 рублей, вот, то есть, получается, выращиваем, давайте возьмем в среднем свинью, выращиваем до 70 килограммов, вот, я не беру каких-то, там, больших, то есть, ну, там, за полгода, с весны, там, до осени, вот, может быть, если чем-то, там, сильно кормить, опять же, ты ее вырастешь больше, но я, еще раз говорю, беру в среднем, вот, когда, при моей занятости, когда я, там, работаю, там, где-то стройка у меня и так далее, вот, свинья 70 килограммов, и если я ее сдаю просто приемщиком по 160 рублей, то есть, это получается 11200, это самый такой, ну, не очень выгодный вариант, вот, мы договорились, что у нас 100 тысяч расходов, вот, то есть, сейчас я перечисляю, как на свиньях можно зарабатывать, сколько денег, следующий, ну, как, вид, что ли, я не знаю, заработка, это когда я продаю чистым мясом, я сам лично продаю, то есть, у меня за 6,5 лет сформировался, ну, маленький пока еще круг своих клиентов, то есть, где-то езжу, ну, в Барнауле, там, я езжу, там, как-то, вот, продаю, люди передают друг другу, знакомые знакомым, в Новосибирске, и люди стали просить свежее мясо, вот, соответственно, я заколол эти 70 килограммов, отвез, продаю я уже в среднем по 270, вот, это уже получается, там, 19 тысяч, плюс, там, голова, еще, там, рублей 400, плюс, свинью пытаюсь, значит, всегда использовать всю, то есть, ножки мы из ножек варим в холодец, вот, а это еще, там, 2000 тоже, вот, получается, ну, вот, там, 19-20 тысяч, это если чистым мясом, следующее идет, если, как будто у меня основной этот момент, я копчу, копчу свинью на сало, значит, получается, 70 килограммов ты сдаешь, где-то процентов 17, она, значит, уменьшается, получается, 58 с копьем у меня сало, ну, мясо салом, вот, я его продаю, и где-то получается, там, 23 тысячи, 23 тысячи, ну, даже давайте, там, вычтем, я не знаю, там, немножечко, ну, просто округлим, пускай будет, даже, там, 21 или 20 тысяч вообще, вот, пускай даже так будет, то есть, здесь, это я беру чистые деньги уже без учета того, что я трачу на копчение, то есть, потому что, ну, когда я копчу, я копчу не у себя, пока у меня нету таких мощностей, вот, соответственно, я тоже отдаю за копчение, вот, сало, это кусочками фасую, значит, в бумажной пакетике, этикеточка у нас, все, вот, в таком виде, соответственно, люди это все покупают, потому что это уже готовый продукт, значит, основная, ну, сейчас это мы подытожим, и последний вариант, которым я тоже начал пользоваться, это когда я из свиньи делаю колбасу, получается, что, например, не 70, а это я просто из живого примера, у меня было 60 килограммов свинья, мы там сделали этого фарша, получается, там, где-то около 30 килограммов и 10 килограммов сала, ну, вот, продали колбасу, там, по 700 рублей, получилось 30 на 70, это 21 тысяча, вот, и 10 килограммов сала, там, по 320 я продаю, это соленого сала, то есть сам солю, вот, тоже получается, там, 24 с копьем, вот, и что получается из всего из этого, какой итог, что переработка, это выгодно, вот, живьем продаешь, ну, или, там, точнее, кому-то даже это, ну, не совсем выгодно, хотя, в принципе, если я сырым мясом продаю, именно по своим клиентам, по своей цене, то это тоже, как бы, выгодно для меня, вот, тут получается меньше, ну, каких-то телодвижений, энергозатрат, ресурсов и так далее. Итак, теперь подходим к самому интересному, для, еще раз говорю, для тех, кто собирается, кому интересна эта тема, вообще, как зарабатывается, подчеркиваю, что очень важна и очень интересна переработка, вот, в плане заработка, сырым там или живьем, а тем более кому-то ты продаешь, это невыгодно, хотя, я не против приемщиков, почему, потому что не все имеют возможность поехать, продавать, там, не у всех есть машина, но, когда я сюда приехал в деревню, я тоже сначала сдавал мясо приемщикам, даже есть такая услуга, как бы, у нас, что, вот, они приезжают, они сами колют, у меня опыта не было, я как-то, ну, понятно, что там, боишься все это делать, пока набираешься опыта, сейчас я все это уже делаю сам, слава богу, вот, научился, люди подсказали, научили, вот, теперь, до этого я перечислял, сколько, значит, с чего можно заработать, там, куры, козлики и так далее, теперь я конкретно говорю в цифрах, опять же, ну, все это примерно, вот, все это взято чуть-чуть, ну, в меньшую сторону, то есть, даже не в большую, и так, расход, еще раз говорю, 100 тысяч, опять же, это, повторяю, что это только вот на еду, это зерно, это сено, исходя из моего хозяйства, то есть, это, там, два быка, там, например, 15 коз и там 10 свиней, здесь, в чем фишка, которую вот сейчас вы увидите, то есть, расходы 100 тысяч, но, например, вот какая-то статья доходов, она перекрыла эти расходы и все, то есть, получается, свиньи, например, перекрывают эти расходы, а следующие животные, это козы, это куры, это тут еще там кто-то, то есть, все, у них уже нету расходов, то есть, получается, там, свиньи, например, или там, ну, кто-то там другой, то есть, тянут, как бы, все остальное, вот, то есть, получается, там, на кур уже на тех, я уже не трачу, там, отдельное зерно, то есть, вот я купил, там, пшеницу, там, тонну с лишним, все, там, со свиней это перекрыли, и так, вот, я говорил уже, что, например, я 8 свиней, там, в год, там, сдаю, там, за 20 тысяч, да, опять же, в среднем, то есть, меньше и меньше, ну, у меня просто не получается, это чистых денег, это без учета, там, бензина, то, что я еду, потому что всегда, когда я еду, у меня всегда есть дополнительный, дополнительный товар, это холодец, это, там, трава, чай, это, там, еще мед, я там продаю, это яйца, молочка, вот, значит, 8 на 20, 160, опять же, это, это все за год, мы посчитаем, значит, козлят, я посчитал, ну, как будто бы я 5 козлят, хотя у меня там было больше, ну, в среднем, давайте, 5 козлят возьмем, по 370 рублей за килограмм, то есть, это, получается, 19 тысяч, 30, как будто бы у меня 30 кур, я тоже продаю, то есть, у нас там больше было, 45, 50, ну, там, каких-то мы себе оставили, 30 тысяч, тоже я продаю, получается, там, да, получается, на 30 тысяч продаю по 320, там, 330 в город, они где-то, там, 3 килограмма с лишним, вот, то есть, получается, по 1000 рублей, где-то, примерно, каждая курица, ну, там, плюс-минус, вот, теперь, я сюда еще посчитал поросят, вот, то есть, 10 поросят, например, я продал, там, по 3000, ну, там, по 3200, по 3300 продавал, вот, 30 тысяч тоже записал, сока, сока кленового, березового, продаю тоже, ну, тысяч, а, и это, и плюс еще с квасом, квасы, делаю квасы на березовом соке, в бутылях, тоже продаю в литровых бутылочках летом, там, ну, 30 тысяч взял, вот, хотя, там, с березового и с кленового, там, по 15 получается, это не считая кваса, ну, взял, так, 30 тысяч, яйца тоже, примерно, в год, наверное, тысяч на 15 мы продаем, потому что, ну, например, едешь в город, там, раз, там, тысяча, там, полторы, там, вот, ну, как-то, вот, примерно так, ну, и молочка, молочка, то есть, это творог, это молоко козье, там, творог, например, у нас по 300 рублей, полкилограмма, там, полтора литровая бутылка, 200 рублей, то есть, где-то, ну, где-то 20 тысяч я взял, то есть, ищу и сыр, там, туда же, и так, получается, 300 тысяч, мы вычитаем 100 тысяч расходов, и получается, там, сколько-то, 17, 17 тысяч, 204 тысячи поделить на 12 месяцев, ну, 17 тысяч, так, 17 тысяч, это, это, как бы, живых денег, то есть, получается, я уже 17 тысяч не беру себе на творог, там, на молочку, эти 17 тысяч, да, я могу, там, потратить на какие-то вкусняшки дополнительные, там, ну, или, там, например, на муку, на сахар, там, или, например, там, на строительство, там, на машину, там, ну, еще что-то, то есть, вот, все, я не трачу, как бы, на жилье, там, на аренду, там, и так далее, то есть, ну, у меня какие статьи расходов, там, на телефон, они у меня, что в городе, они у меня, что и здесь получились, и то, тоже, не учитывая такой момент, что, например, в этом году мы, как бы, ну, сделали вложение, купили, там, двух бычков, то есть, и затратили, там, 22 тысячи, например, на них, но пока еще прибыль не получили, то есть, еще этот период не прошел, вот, чтобы можно было полноценно посчитать, потому что, ну, каждый год все равно меняется, что-то ты берешь, что-то, там, чего-то у тебя нет, и так далее, вот, я примерно посчитал в среднем, вот, чего, как бы, ну, по факту, вот, реально, что, что получается, вот, так это, я в этой статье, значит, посчитал, что 30 тысяч, это, как бы, у меня экономии, ну, а то, что ты сэкономил, ты, как бы, положил себе в карман, это тех, ну, как бы, предположительных денег, вот, и плюс, и еще, то есть, вот они, они, 20, и сколько, 17, 17 тысяч, вот, поэтому вот такая примерно арифметика получилась, для тех, кто, там, не верит во что-то, там, то есть, вот, я живой человек, значит, семья у нас, вот, и там, в конце, конечно, в этой статье, я, значит, последним абзацем поблагодарил нашего президента, вот, вот, что он не отнимает возможность, значит, ну, жить на земле здесь, да, там, ну, и нам, верующим, что нет никакого притеснения и так далее, ну, и, конечно, за это, там, тоже дневные комментарии получил, вот, на самом деле, с чего я, как бы, исхожу, я родился, значит, в 83-м году, я помню Горбачева, помню Ельцина, то есть, о кого я должен, интересно, ну, упоминать, вот, я помню, как мы жили, там, в, там, ну, при тех президентах, вот, соответственно, мне есть чем сравнить, вот, и, в принципе, я доволен, ну, конечно, хотелось бы лучше, конечно, очень бы хотелось бы лучше, ну, слава Богу, какая сейчас социальная политика идет, социальная поддержка многодетных семей и так далее, то есть, я не учитываю сюда, там, детские, там, еще какие-то, значит, от государства, ну, не знаю, там, подарки, там, или как это назвать, поддержки, там, материнский капитал, например, вот, там, при тех президентах этого не было, вот, при этом, значит, был материнский капитал, тоже использовали на стройку, поэтому это все дополнительные плюсы, за которые я благодарю, ну, Бога, в первую очередь, там, за нашего президента, вот, может, с этим не соглашаться, вот, но это лично мое мнение. Вот, дал расклад я сегодня, значит, получится ли у меня развеять миф, там, у недовольных людей, что это феерическая какая-то статья, что так не бывает, вот, ну, на самом деле, я живой человек, и вот, я подтверждаю, что это так бывает. В этой статье, еще раз говорю, ни слова не было о расходах, вот, сейчас я примерно раскидал, опять же, беру только крупные расходы именно на животных, потому что там именно это приводили. Я не привел расход, например, на уголь, вот, на дрова какие-то, ну, дрова, слава Богу, у нас тут гнилья всякого много, вот, уголь, да, мы покупаем, вот, ну, там, не знаю, может быть, тоже как-то можно это сюда все, ну, у нас в Алтайском крае, значит, социальная политика такая, что возмещение многодетным семьям, этот, расходы на, значит, ну, как бы, услуги ЖКХ, что ли, считается, это вот, то есть, электричество, отопление, вот, ну, все, пишите, значит, вопросы в комментариях, обязательно, если понравилась эта статья, ставьте лайк, вот, и благодарю вас, значит, всех, кто писал комментарии под той статьей, вот, было очень приятно, на самом деле, увидеть оживление, что людям стало интересно, задавайте вопросы и пишите, о чем вы еще хотели бы услышать, чтобы я осветил, ну, как человек, который прожил уже 6,5 лет в деревне, то есть, я городской, прожил в деревне вот такой срок, и у меня есть уже опыт, о котором я могу рассказать и поделиться тем, кто собирается в деревню, там, ну, еще есть какие-то сомнения, например, всего доброго, до новых встреч в новом видео! Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, впереди будет много интересного и полезного! Субтитры сделал DimaTorzok